Госпожа Башкан Ваше превосходительство, посол Дерек Хоган, господа учителя и директора из школ, коллеги, наши коллеги из посольства Швеции, сегодня мы тут в Камарате, полу-офлайн, полу-онлайн. У нас церемония подписания меморандума о взаимопонимании для внедрения в АТО ГГУЗе, программа ТЭКФИЛа и развития центра передового опыта в области ИКТ по типу ТЭКФИЛа. Мы очень рады быть сегодня у вас, поэтому, госпожа Башкан, первое слово, вступительное слово дается вам. Коллеги, всем добрый день, рада всех поприветствовать сегодня в Камарате, тех, кто в режиме оффлайн, а тех, кто в режиме онлайн, тоже приветствую. Хочу обратиться к господину послу, ваше превосходительство, уважаемый господин Хоган, посол Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова, уважаемая госпожа Мейделин Эйшхор, представитель посольства Швеции в Молдове, уважаемые наши коллеги, приветствую всех вас. Это замечательный день для нашей ГГУЗи и прекрасный день для меня лично. Мы сознательно и настойчиво шли к этому этапу подписания меморандума о взаимопонимании, и этот меморандум на самом деле придает нам огромный оптимизм. Наша страна, так же, как и другие страны с отстающими в развитии экономиками, сталкивается с такими опасными явлениями, как отток людей и падение рождаемости. Последствия этих явлений угрожают будущему страны, так как приводят за собой депопуляцию территорий и старение населения. Нам необходима сильная экономика, чтобы получить достаточно ресурсов для строительства и восстановления детских садов, школ, медицинских учреждений для строительства и восстановления дорог, мостов, тротуаров во всех наших городах и селах для поддержки молодых семей и, конечно же, поддержки наших пенсионеров. Но сильная экономика невозможна без энергии и таланта молодых людей, без их способности мечтать и упорно двигаться к своей мечте. Площадка, которую мы построим при поддержке наших уважаемых партнеров, станет концентратором и усилителем талантов и энергии молодых жителей нашей Гагаузии. Я желаю всем нам, чтобы эта площадка привлекла талантливых молодых людей, возможностями изучать новые технологии программирования и создавать новые технические решения и продукты. Я уверена, что эта площадка привлечет интерес к Гагаузии со стороны IT-компаний, которые проще смогут у нас находить таланты и практически готовых специалистов. И это станет сигналом для них, чтобы открыть в Гагаузии свои офисы. Это одна из наших целей. Я часто говорю об оптимизме, потому что для того, чтобы остановить отток людей из страны и убедить молодежь в свое будущее с Гагаузией, необходимо сменить пессимизм в их душах на оптимизм. Такую задачу, имеющую эмоциональную мотивацию в демократическом обществе, невозможно решать подписанием приказа. Людей надо убедить остаться в стране и работать на свое благо и на развитие страны. Людям надо открывать возможности. Возможности учиться и получать желаемую специальность. Возможности трудоустроиться и возможности профессионального роста. Возможности жить в селах и городах с хорошими дорогами, водопроводами, современными детскими садами и школами. Возможности доступно, спокойно купить себе машину и купить себе дом. И другие возможности, которые позволяют людям работать и поддерживать свое благосостояние. Эта площадка станет важным этапом в развитии IT-сектора в Гагаузии. И мы все сосредоточимся, чтобы это развитие как можно скорее дало результаты. Я желаю себе, чтобы через 2-3 года мы с вами здесь пересчитывали технологии и технические решения, разработанные талантами, прошедшими школу ТЭКВИЛ. И чтобы мы могли заявить, что Гагаузия уже не является просто потребителем технологий, а переходит в статус разработчика и поставщика технологий. Понимаю, сейчас это заявление звучит очень амбициозно, но все зависит исключительно от нас, от нашей воли и концентрации на наших целях. Благодарю наших уважаемых партнеров, правительства США, правительства Швеции за щедрую поддержку, без которой создание этой площадки на этом этапе было бы для нас сложно реализуемой задачей. Мы очень высоко ценим нашу дружбу и вашу поддержку. Желаю всем нам успехов, а успехом будут наши молодые люди, получившие здесь свои профессиональные навыки и их работа дома в Гагаузии, в Республике Молдова. Спасибо. Госпожа Башкан, спасибо вам большое за такие красивые слова. Мы очень надеемся, что IT-индустрия будет расцветать и в Камрате. Как вы знаете, проект Techville финансируется Соединенными Штатами Америки и посольством Швеции, и он показал себя как проект, наверное, одним из самых лучших частно-государственных партнерств, когда и индустрия, и академия, и все остальные участвуют и от этого выигрывают все в знаниях, в развитии даже нон-IT. Поэтому у нас сегодня с нами посол Соединенных Штатов Америки Дерек Джей Хоган, которому мы бы хотели предоставить слово, вступительное слово по поводу подписания этого меморандума. Дерек, директор, его хорошо, пожалуйста, пожалуйста, у вас есть слово. Спасибо большое, доброе утро. Всем я рада возможности встречи с вами в формате онлайн. Уважаемая госпожа Башкаль, очень рад вас видеть еще раз. Уважаемые гости, спасибо за представленную возможность выступить перед вами сегодня. Я с гордостью хочу сообщить о следующих шагах, связанных с расширением программы TechWell. Сегодня, когда технологии все более стремительно входят в нашу повседневную жизнь и общество, образование в области IT становится более востребованным. Для жителей Молдовы это означает более стабильные, высокооплачиваемые рабочие места, которые дадут возможность специалистам оставаться в стране. Я знаю, что эти факторы являются ключевыми приоритетами для всех вас. Правительство Соединенных Штатов посредством Агентства США по международному развитию USAID, поддерживая развитие молдавского сектора IT с 2005 года, улучшая экономическую конкурентоспособность Молдовы, продвигая транспарентность и улучшая управление. В 2019 году уровень экспорта в индустрии ICT достиг 285 миллионов долларов США, что в 40 раз больше, чем в 2010 году. Теперь в рамках общества Молдавского IT-парка работают более 15 тысяч специалистов со средней заплатой в 30 тысяч миллиардов 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 в месяц. Это тот результат, которым мы всем можем гордиться. В 2016 году USAID совместно с Техническим университетом Молдовы, нашими партнерами из Швеции и Ассоциацией IT-компаний Молдовы. Создал TechWell – центр передового опыта, который всего лишь за 4 года деятельности успел поработать с более чем 75 тысячами человек, большинство из которых живут в Кишиневе или пригородах. Потенциал в Гагаузии в области IT еще не раскрыл. Мы рады, что сегодня в Камраде мы являемся свидетелями за рождение еще одного многообещающего партнерства. На этот раз это инвест Гагаузии с целью создания центра TechWell здесь. Очень обнадеживающим является и факт участия в Ассоциации компании ICT Молдовы. В закладке фундамента будущего TechWell центра Камрады поднеслись в ластыне Гагаузии. Сегодняшнее мероприятие также дает начало программы TechWell в каждой школе в данном регионе. Это откроет новые образовательные возможности для более чем 40 школ Гагаузии. Соединенные Штаты являются преданным партнером Молдовии. В течение последних 30 лет мы строили наши отношения на основе общих интересов и обоюдных стремлений. Сегодняшнее подписание меморандума о сотрудничестве является еще одним напоминанием того, что мы успешны вместе. Поздравляю и желаю всем успехов. Спасибо. Ваше превосходительство, спасибо большое за хорошие намерения, за вашу поддержку все эти годы и за то, что вы всегда рядом, и посольство США всегда рядом с частным сектором для развития Молдовы и ее регионов. Спасибо большое. This is very, very important for us. В дальнейшем я хотела бы предоставить слово госпоже Медлен Айхорн, которая представляет посольство Швеции сегодня. Медлен будет говорить на английском. Я надеюсь, что для многих не проблема. Медлен, мы хотим, чтобы вы приехали с приглашением на behalf of the Embassy of Sweden. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое. И извините, я не говорю много по-русски. Сейчас по-английски, извините. Ну, Your Excellency Governor of Laff and Your Excellency Ambassador Derek J. Hogan, dear partners and friends across the virtual world of Techville and Comrade Gagosia. I came to Moldova about a year ago and one of my most rewarding experiences here has been to follow Techville. I'm so happy to see how Techville is broadening and is providing opportunities throughout of Moldova and that the Techville journey is a success story. And with this expansion, so this time to Comrade Gagosia, this story is further changing and shaping the future of your country. Sweden is grateful to the partnership with USAID. Together, we support Artik in becoming this strong and established actor on the ICT, digitalization and innovation stage of the country. Techville is an impressive initiative to advance the country towards the sustainable development goals. So in our development and reform cooperation, Sweden applies the notion of gender equality as a foundation of our assistance and cooperation. Further, we believe that mitigating inequalities and provide opportunities and possibilities for all is a common goal. And Techville is a means to reach this goal. We are proud to witness Gagosia joining the partnership and making Techville a reality in your region as well. Your commitment, support mainstreaming technologies into your daily lives, into the educational spheres, as well as every company's processes and governance. The ICT sector has grown significantly during the last 12 years and represents a wonderful opportunity for Moldova to advance in the digital world by nurturing your talent, the growing startups and aiming to digitalize SMEs. Through these technical skills and technology efficiency, transparency and international integration is anticipated to increase. So we hope that the foundation of the Techville partnership will bring benefits to the Gagos people, to the Gagos schools and to the Gagos private sector. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Good luck with your endeavors now. I am really excited to follow the next steps and see how this becomes reality. Thank you so much. Спасибо. Thank you so much, Madeleine. Спасибо большое. You speak wonderful Russian, so it's great that you do so. And thank you for all your support. Getting�� Directorate. Which is what we want to achieve would you do, like Techville. And I have the opportunity to make sure that we have a lot of information in the next few years. I think that's what we need to do, like Techville in Kamrad. Firstly, what we want to achieve together. And I'm thinking ahead of time and how it will be in the coming year. Это, во-первых, частное государственное партнерство между ассоциацией IT-компаний, между правительством, между академией, поэтому для нас очень важно, чтобы участвовали как можно больше актеров из академического сектора. На данный момент этот проект спонсируется в порядке почти 9 миллионов от правительства США через USAID и от правительства Швеции, но, так не странно, каждый раз мы пытаемся добавить от частного сектора или от правительства некоторые ресурсы. Вы можете видеть, что на данный момент у нас порядка 5 миллионов долларов было инвестировано по части частного бизнеса, либо от других партнеров, которые у нас есть. Также есть некоторые цифры интересные, мы говорили про 75 тысяч человек, которые прошли через наши программы. Это в области предпринимательства, в области образования. Наша цель в том, чтобы больше кадров в Молдове могли хорошо жить, зарабатывать, уметь навыки и чувствовать себя комфортно в этой стране. Также мы всегда пытаемся ответить на вопросы IT-компаний, так как ассоциация IT-компаний – the main partner in this process. Частные компании всегда говорят, нам не хватает кадров, нам не хватает людей, нам не хватает для того, чтобы развиваться. Как сказал посол Хоган, да, мы делаем очень много в Кишиневе, но мы понимаем, что потенциал есть и вне Кишинева, поэтому мы сегодня тут. Когда вы вообще слышите про TechFill, некоторые программы, которые мы делаем, они связаны с такими названиями, как Startup Moldova, SeedFund, Business Angel Network, TechFill Travelers, e-commerce. Мы работаем на разных вертикалях, так как финтех, актех, медтех, едтех и все, что касается технологий в других секторах. У нас есть понятие community. Мы очень сильно завязаны на том, чтобы как можно больше людей взаимодействовали между собой, потому что мы верим в то, что когда частные компании, либо фриленсеры, либо студенты, либо учителя работают совместно, это приводит к вообще другим результатам, на порядка раз больше, чем если кто-то делает какую-то вещь сам. Поэтому мы организуем достаточно много, мы поддерживаем очень много communities, порядка 35. Это community для женщин, это community просто какие-то dedicated для Java-программеров, либо project management и т.д. и т.п. Когда вот те, которые хотят что-то делать, у них есть возможность участвовать, обмениться опытом и совместно что-то делать вместе. И, конечно же, last but not least, или в последнем плане, это образование. У нас достаточно много программ образовательных. Мы говорим про TechWell Academy, которая направлена на lifelong learning или тех, которые студенты, которые уже вышли из вузов. У нас есть TechWell and Every School, о котором мои коллеги сегодня представят, и я очень рада, что у нас есть и учителя, и директора школ, и в этом году оно будет доступно и в Гагаузе. У нас есть TechWell Academy Kids, которая направлена на детей уже с трех лет, которые могут учить разные либо робототехнику, либо программирование, либо дизайн, либо другие курсы. У нас есть достаточно много программ для университетов, поэтому для нас очень важно идти туда, где есть университеты, и для нас очень важно, что есть университет в Камраде. В прошлом году несколько учителей из Камрадского университета тоже участвовали в программах TechWell. И это не все, их достаточно много. Мы приходим либо через разные scholarships, либо через программы, которые, в принципе, пытаются направить или направляются на разные таргет-группы для того, чтобы каждый имел, в принципе, возможность поучаствовать. Они могут быть и социальные, и платные, и разные, в том плане, чтобы, в принципе, предоставить sustainability или в долгосрочной части предоставить, чтобы они сами по себе работали. Почему Гагаузия? Мы рассматривали Гагаузию еще в нашем feasibility стадии в прошлом году. У вас достаточно интересные данные, у вас есть достаточно много школ, у вас есть много детей, у вас есть университет, и у вас есть очень открытое правительство, локальное правительство. Какие у нас планы для центра? Мы говорим о центре. Конечно же, мы хотели бы сделать совместную группу после того, как мы подписываем этот меморандум. Совместно с вами работать над дизайном и над архитектурой следующего центра. Предоставить некоторый equipment, чтобы оно было в стиле Текфилла из Кишинева, так как это показало себя достаточно интересным и людям нравится. В принципе, в Кишиневе у нас нет свободных мест в Текфилле, даже если такие времена, все равно у нас достаточно людей, которые используют. Все, что мы могли перевести в онлайн, мы перевели в онлайн, но есть и некоторые оффлайновые, according to the restrictions, которые случаются. И мы очень надеемся, что осенью этого года мы вместе с вами сможем открыть тот центр, о котором мы говорим, и над которым мы будем работать вместе. Мы очень надеемся, что это будет в Камрадском университете, так как мы хотели подписать там меморандум. Конечно же, это потребует достаточно много усилий с обеих сторон, но я надеюсь, что мы вырулим. Мы готовы. Да. По части программ я хотела просто добавить, что уже в апреле, даже если у нас нет физического центра, мы пойдем с онлайновыми курсами. Мы готовим TechWall Academy Kids, порядка шесть программ будут в Камраде, как Digital Skills, Arduino, Graphic Design, Web Design и другие. Они должны быть… мы уже набираем группы и надеемся, что в апреле они уже будут открыты. TechWall Academy, мы надеемся, что они будут открыты в мае-июнь 2021 года. Опять, мы начинаем онлайн, но они будут завязаны именно на Гагаузию и на Камрад. Также наша команда уже сделала несколько announcements для того, что мы даем стипендии тем, кто хотят учиться на некоторых курсах онлайн. Поэтому, если есть такие желающие, мы это тоже предоставляем. Также предоставляем это и учителям, и профессорам. Можно обратно? Конечно же, Startup Academy – это часть, которая, в принципе, идет на развитие бизнесов, на бизнесов non-IT. Для того, чтобы развивалась IT в регионе, должно быть спрос на услуги. Поэтому мы вместе с Адимом делали некоторые программы nationwide. Мы хотели бы их, в принципе, попытаться сделать и в Камраде. И, конечно же, last but not least, о которых будут говорить мои коллеги. Это, конечно же, Tech Will in Every School. Эта программа доступна бесплатно во всех школах, которые заявили интерес. Из Гагаузии у нас 37 школ. Татьяна Алексеев больше расскажет об этом. Но в 2020 году, 2020-2021, у нас 77 школ. Это достаточно интенсивные курсы. Сейчас даже идут competitions. Мы уже пытаемся посмотреть на плоды тех работ, которые были сделаны. Это означает и онлайн-платформа, и куррикулы, и профессора, и менторшип. И, конечно же, то, что нужно учителям, мы также выдаем им лаптопы и другие принадлежности. Можно дальше? И еще одна программа. Tech Will в каждом университете. Кроме того, что мы делаем центр, мы считаем, что университет должен развиваться самостоятельно. Поэтому мы рассматриваем и capacity building для университета. Порядка, как вы преподаете, что вы преподаете, чем мы вам можем помочь. И как вы можете, конечно же, других людей привлечь в ваш университет. Потому что это тоже достаточно важно. Уметь привлекать, найти специальности разных интересующихся. Next. Во что мы вкладываем? Мы вкладываем в то, что мы называем capacity building. Мы вкладываем в учителей на всех уровнях. Это школы, это университеты, это колледжи. Мы вкладываем в предпринимателей. Мы вкладываем в бизнес, non-IT бизнес. И мы вкладываем обязательно в партнерство. Мы ничего не делаем без участия партнеров из частного бизнеса и из паблик сектора. И, конечно же, мы хотим вместе расти. И мы всегда растем вместе. На данный момент все, что мы себе представили, мы сделали. И мы хотим, чтобы все наши мечты, они в принципе становились партнерствами. Спасибо вам большое. Это коротко о ТЭКФИЛе. И для того, чтобы вы услышали и экспириенс, или некоторых учителей, я хотела бы дать слово Алене Пушкаш. Она преподаватель информатики теоретического лицея имени Василия Левского из Кишинева. Она участница программы ТЭКФИЛ в каждой школе. Мы хотели бы, чтобы все поняли, о чем идет речь и что мы за собой ведем. Потому что иногда кажутся какие-то программы. Поэтому, Алена Пушкаш, очень вас прошу рассказать нам про ваш экспириенс в программе ТЭКФИЛ в каждой школе. Добрый день. Да, я учитель болгарского теоретического лицея города Кишинева. Преподаю на русском языке. Для нас это тоже была своего рода провокация, так как курсы были на румынском языке, а в школе преподаем на русском. Сама я родом тоже с Гагаузии. Поэтому рада и за Гагаузию, что там будут тоже продвигаться данные курсы. Что предоставляет, во-первых, ТЭКФИЛ в каждой школе для каждого из детей, из учителей? Не секрет, да, уже говорили, что главная проблема последних лет – это то, что дети уезжают за границу учиться, работать, так как здесь не могут обеспечить себе достойный доход. ТЭКФИЛ в каждой школе именно предоставляет каждому из детей, независимо от социального положения, социального слоя, в котором он находится, его доходов, получить достойное образование здесь на месте. И таким образом получить будущую профессию, находясь в стенах школы. ТЭКФИЛ в каждой школе программа построена таким образом, что каждый ребенок может учиться в своем темпе. Интерактивные лекции, интерактивные тесты привлекают детей. Они работают как с учителями, так и без учителей. Для учителей программа была построена таким образом, что материал предоставлялся в очень хорошо структурированной форме. Менторы находятся всегда с нами на связи. До сих пор у нас проводятся дополнительные занятия для того, чтобы мы самосовершенствовались и могли помочь нашим детям в будущем. Поэтому я считаю, что ТЭКФИЛ в каждой школе – это одна из самых необходимых программ на сегодняшний день. И поэтому каждый из учителей приобретет для себя, для своих детей что-то новое. И у детей будет возможность в выборе профессии. Из своего опыта хочу сказать, что время не считается потраченным зря, так как, во-первых, курсы предоставлены таким образом, что к ним практически к урокам не нужно готовиться, потому что весь материал уже подается в доступной форме, мы им просто пользуемся. И, естественно, что радует, что большинство детей уже для себя решили, что они идут в 12 класс, те, кто заканчивают. Они также участвовали в проекте, и многие из них уже для себя выбрали именно IT-технологии. Поэтому ТЭКФИЛ в каждой школе для нас, для меня лично тоже, я получила большой опыт. И благодаря нашим менторам, и хочу сказать огромное спасибо и ТЭКФИЛ, и каждому из менторов в отдельности. И плюс к этому есть сообщество учителей, которые обмениваются друг с другом опытом, и дети видят свои результаты. Одни из результатов мы будем выставляться сейчас на конкурсе, который будет проводиться ТЭКФИЛом для детей именно уже по дизайну. Поэтому призываем, не то что даже призываем, а советуем каждой школе включиться в эту программу, так как эта программа позволяет каждому из детей получить профессию для своего будущего. А мы получаем достойных умных детей, которые будут развивать нашу экономику здесь, на месте, будут получать достойную зарплату и не захотят уехать из страны. Алина, спасибо вам большое. Госпожа Башкан сказала, вы самый лучший агитатор между учителями. Для того, чтобы мы дальше наконец-то перешли к торжественному моменту, объявляется церемония подписания меморандума о взаимодействии для внедрения в ГАГАУЗИ программ ТЭКФИЛ и развития в Камраде Центр передового опыта в области ИКТ по типу ТЭКФИЛ. Меморандум будет подписываться господином Вячеславом Куневым, председателем ассоциации IT-компаний. Если вы хотите сказать пару слов, вы, конечно же, тоже приглашайтесь на это. И Олеся Коврик, исполнительной обязанности директор агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта ГАГАУЗИ. Прошу вас пройти на пьедестал, скажем так. На важное место. На важное место, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Включите микрофон, пожалуйста. Включите микрофон. Мне очень приятно присутствовать на этом событии. Я здесь представляю ассоциацию IT-компаний Молдовы, и мой взгляд будет со стороны компаний. Вообще наша ассоциация, она с 2007 года имеет историю. Я помню, как в 2010 году мы мечтали о том, чтобы появился центр в Молдове, хотя бы один, подготовки, переподготовки кадров. Нас все считали, ну, такими мечтателями. То есть этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но я очень благодарен нашим партнерам, которые выслушали нашу идею, поверили в нас. И в 2015 году мы смогли такой проект реализовать в Кишиневе. И, насколько мне известно, на сегодняшний день это лучший подобный проект в регионе. Нам есть чем хвастаться. Это чрезвычайно важный проект для нашей индустрии, потому что у нас самое главное это кадры. В любой IT-компании 80-90% его расхода это зарплата, потому что наше основное, скажем так, производственный капитал это люди. Нет людей, нет нашей отрасли. Сейчас в отрасли где-то приблизительно 30 тысяч человек. Нам это чрезвычайно мало. Нам нужно 100 тысяч человек минимум в отрасли. И мы считаем, что тот центр, который в Кишиневе, он выполняет, выполнил и выполняет очень важную работу, работу, связанную с тем, что мы отработали всю эту технологию, как это работает, частное государственное партнерство с университетами. И это, кстати, ключевой момент, потому что мы считаем, что без преподавателей, без научной базы, без некого взаимодействия студентов, IT-компаний и научной школы, по большому счету, мы не можем сделать каких-то прорывных решений, чего-то интересного, особенно для других отраслей. И после того, как это отработано, было принято решение, я очень рад, что наши доноры нас поддержали, что надо обязательно двигаться в регионы. Наше развитие – это регионы. Регионы и прежде всего там, где есть университеты. Но самое важное – там, где есть очень инициативные местные власти. Мы можем многое привнести, мы можем очень многое дать. Но эффект и результат зависят только от местных властей, от желания это делать, от поддержки, от тех, кто возглавляет местные университеты. Это чрезвычайно важный момент. И поэтому я вам хочу пожелать, чтобы ваша вовлеченность в этот проект, ваше желание что-то сделать были максимальными, потому что IT – это очень благодарная отрасль. Одно рабочее место в IT дает пять рабочих мест рядом. Притом у нас сегодня, вы знаете, в отрасли самые высокооплачиванные рабочие места. И люди зарабатывают эти деньги, они готовы их тратить. И в результате будет происходить то, что здесь говорили вы, уважаемая госпожа Башкан, то, что говорили наши уважаемые партнеры. Поэтому успехов вам! Я очень надеюсь, что получится. И я надеюсь, что уже через год мы увидим первые результаты. Ну а мы, как ассоциация, сделаем все возможное от нас. Еще раз благодарю наших партнеров, еще раз благодарю представителей местных властей, благодарю ТЭКВИЛ за то, что у нас сегодня такой замечательный день, и мы подписали такое замечательное соглашение. Спасибо. Спасибо большое. Мы переходим ко второй части нашего ивента. И именно официальное объявление участников программы ТЭКВИЛ в каждой школе, которые отобраны именно в ГГУЗИ по заявкам в рамках программы ТЭКВИЛ в каждой школе. Вторая часть нашего мероприятия будет модерироваться моей коллегой, вице-директором проекта ТЭКВИЛ Ирина Ориуол. Поэтому, Ирина, мы передаем тебе слово из Кишинева. Добрый день. Я всех очень рада видеть. Мы, конечно, планировали это мероприятие вообще провести физически в ГГУЗИ, но, к сожалению, ситуация нас как-то обусловила таким образом, что мы сейчас благодаря технологиям встречаемся в онлайн-формате. И, тем не менее, мы очень рады видеть, находясь в такой близи, скажем так, даже в цифровой близи, мы можем почувствовать ту общину, то сообщество учителей, которое в ближайшем будущем будет имплементировать, будет вовлечено в очень интересный проект, инициативу, которая задействовала уже 77 школ. Как говорила и Анна, проект ТЭКВИЛ предусматривает различные программы, включая образование и предпринимательские программы. И поэтому образование является как бы таким большим фундаментальным пластом, на котором мы уже основываем все остальное. И, конечно же, самое главное – это образование, которое получают наши дети, наше будущее поколение. И благодаря вот таким инициативам мы можем передать ценности, необходимые через несколько десятилетий уже сейчас со школьной скамьи, скажем так. Для того, чтобы рассказать вам, предоставить больше информации о проекте, о инициативе ТЭКВИЛ в каждой школе, я хочу пригласить свою коллегу, передать слово Татьяне Алексеевой, которая расскажет и о активности школ АТОГа Гаузи в этой инициативе. Татьяна? Спасибо, Ирина. Уважаемые дамы и господа, добрый день. Сегодня знаменательный день для нашего проекта, так как мы приветствуем новых школ из региона ГаГаузи, в проекте ТЭКВИЛ в каждой школе, чему мы очень рады. Хочу отметить, что такое активное участие со стороны школ, как в ГаГаузи, и такого интереса к прорыву в образовании, мы еще не видели ни в каком районе в Молдове. А это говорит о том, что образование в регионе ГаГаузи, цифровое образование в ГаГаузи является приоритетом, и что школы готовы и хотят обучать своих детей профессиями будущего. По окончанию периода регистрации школ в проекте в феврале месяце этого года мы получили 37 заявок. Я бы хотела шерить свой экран с вами. У нас есть слайд, чтобы это было видно. Надеюсь, что видно. По окончанию периода регистрации мы получили 37 заявок от школ в ГаГаузи, и мы с радостью принимаем всех 37 школ в проекте. Хочу уточнить, что из этих 37 школ, 20 из них – это школы-лицеи, и остальные 17 – это школы-гимназии. И около 50 учителей будут проходить комплексную программу обучения этим летом. И уже начиная с июня месяца и заканчивая по август месяц, самые лучшие специалисты в нашей стране и самые лучшие преподаватели будут обучать учителей новыми навыками в IT. Из этих 50 учителей 33 являются учителя информатики, и остальные 17 учителя – это учителя предметов, как математика, физика, химия и другие предметы. И мы предполагаем, что как минимум для следующего учебного года у нас около полторы тысячи школьников пройдут хотя бы один курс из тех трех, которые у нас доступны на нашей платформе на русском языке. И платформа называется techwill.online, и эти курсы – графический дизайн, программирование алгоритмов в C++ и веб-дизайн и разработка. Мы выражаем нашу благодарность нашим международным партнерам USAID, государствам Швеции, Европейскому союзу ЕЮ Формулдова и ЕНДП Молдова, а также Министерству образования, культур и обследований и Главному управлению образования Гагалузии. Мы надеемся и уверены, что наше сотрудничество будет продуктивным. И еще раз примите наше поздравление, дорогие учителя, директора школ, мы очень надеемся и уверены на хорошее сотрудничество. И мы с нестерпением ждем начать работать с вами. Катяна, спасибо большое. Надо узнать, что 37 школ из Гагаузии будут включены в проект. И у меня небольшой вопрос, я думаю, самим учителям тоже интересный. Откуда самое большое количество школ? Да, у нас есть такие данные. Самое большое количество школ – это у нас с Камрадского района, около 19 школ. И у нас есть еще 12 школ с Чадар-Лунского района и уже 6 школ из Волков-Нежского района. Еще раз наше поздравление всем. Спасибо большое, Татьяна. А еще такой вопрос. Ты говорила о трех курсах, которым будет доступ у данных школ. Это графический дизайн, это веб-дизайн-разработка, программирование и алгоритмика программирования в C++. Который из курсов был самым востребованным? Какое из них выразили желание именно имплементировать в школах Гагаузии? Ирина, что и следовало ожидать? Большинство из учителей дали предпочтение графическому дизайну и, конечно же, веб-дизайн и разработка – тоже популярный курс. Но это, наверное, потому что всем хочется развивать свои креативные навыки и делать красивые постеры, логотипы разные. Так что, да, графический дизайн самый популярный среди учителей и школьников. Спасибо большое, Татьяна. Мы надеемся, что технику в каждой школе разовьется до таких масштабов, что нам придется организовывать разные конкурсы не просто на национальном, а сначала на региональных уровнях, а потом уже собирать их всех где-то в каком-то центре, скажем, в Кишиневе для большого мероприятия, как это было в проекте по работе у нас. Еще раз хочу поздравить 50 учителей, которые, начиная с лета этого года, начнут обучение, как проводить уроки по различным курсам по графическому дизайну, программированию и веб-дизайну. Я поздравляю всех учеников, те 1500 школьников, которые, начиная с сентября, сядут за школу, уже получая новые знания, которые будут востребованы. И, вероятнее всего, среди них будут такие маленькие гении, которые смогут нарисовать новое логошколы или создать новую страницу для своего лицея или гимназии. И я поздравляю регион, весь регион с таким достижением, и мы надеемся, что этот проект, который первым взлетит и разовьется в регионе, как один из самых успешных, потому что у нас еще много планов и в обучении в высших учебных заведениях, и на протяжении всей длительности жизни. Спасибо большое еще раз, Татьяне, за эту презентацию. А сейчас я хотела бы передать слово Наталье Кристевой, начальнику главного управления образования ТОГО Гаузия. Добрый день, я все присутствующие, добрый день, наши международные национальные партнеры. Я очень рада сегодняшнему дню, тому, что происходит здесь, в этом зале, потому что действительно одним из приоритетных направлений в развитии системы образования в нашей автономии на ближайшие годы является продвижение информационных технологий. Уже в этом году расширен список дисциплин по выбору в области IT, но, к сожалению, только единицы учебных заведений могут качественно внедрить эти дисциплины в свой учебный план, так как в школах еще не такой высокий уровень развития IT-технологий, как того требуют не только современные стандарты образования, но и современное поколение детей, которые, признаемся, уже давно обогнали многих своих учителей. Поэтому начинать необходимо сегодня с учителя, ведь именно учителя являются ключевым элементом обучения, и эта инициатива является частью пилотного проекта ТЭКВИЛ в каждой школе, комплексной программы внеклассных курсов, которые, мы надеемся, с 1 сентября этого года будут изучаться в качестве факультативных предметов в наших школах. На сегодняшний день ТЭКВИЛ у нас ассоциируется с самыми новыми передовыми IT-технологиями, поэтому именно на этот проект мы возлагаем большие надежды, и именно поэтому такое рекордное количество школ подало свои заявки. Мы знаем, что это самая большая активность по республике, и, конечно, мы уверены в том, что это станет одним нашим еще очередным успехом, в общем, в рамках реализации цифрового образования в Гагаузе. Действительно, 15 февраля в Камрате мы презентовали проект. После этой презентации им заинтересовалось, в частности, 50 педагогов, причем Татьяна отметила, какие это специалисты. Я хочу пояснить больше. Действительно, для нас было удивлением, что проектом заинтересовались не только учителя информатики, математики, но и учителя химии, биологии, румынского и гагаузского языка, математики, истории, начальных классов, и даже два преподавателя музыки готовы осваивать эти программы. И, конечно, обучать детей таким курсом, как программирование, веб-дизайн, разработка, графический дизайн. И одна из наших школ на румынском языке обучения, скорее всего, возьмется за такой курс, как дизайн и разработка мобильных приложений. Мы всегда призываем наших педагогов к тому, чтобы школа стала интересной для ученика. Нужно понимать, что все имеет свойство стареть, и это также относится к понятию традиционное образование, которое начало терять свою актуальность с появлением цифровых технологий. Новое поколение детей должно получать стимул и заинтересованность, что повышает качество учебы в целом. Но уже сейчас мы видим, что множество наших педагогов рвется в бой, талантливые учителя выходят из тени и становятся идейными вдохновителями новой современной системы образования, за что им безмерно благодарна. Я верю, что в течение ближайшего времени в гагаузских школах будет успешно реализовываться программа для развития IT-индустрии, что позволит нашим ученикам развиваться, осваивать профессии будущего, стать высоко квалифицированными и конкурентно способными специалистами на рынке труда. Уверена, что проект Techville в каждой школе станет стартом для роста наших учебных заведений, станет площадкой для развития потенциала каждого нашего ребенка. Всем здоровья, удачи, творческих порывов, энтузиазма, большой веры в себя и вдохновения от успехов своих учеников. В добрый путь! Спасибо вам большое за эти мотивирующие слова. Мы надеемся, что именно так и произойдет. И благодаря вашей поддержке, вашей мотивации, этим призывам сообщество преподавателей, учителей от ОГАУЗИ возрастет. И действительно, мы узнаем в ближайшем будущем множество новых талантов среди учеников ваших школ. Я хочу передать слово Ане Киридзе для завершающих моментов. И на этом. Аня? Да. Ирина, спасибо. Спасибо, дорогая команда Techville, спасибо. Госпожа Башкан, госпожа Христева, уважаемые партнеры с правительства США, с правительства Швеции. Спасибо вам большое за доверие, во-первых, за хорошее намерение для того, чтобы мы вместе создавали интересные вещи, интересные проекты, развивали школы, развивали сообщества, развивали университет, развивали то, что, в принципе, нам очень сильно всем нужно и на данный момент, наверное, не хватает. Но совместно, я думаю, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности. И, как я сказала и в нашей презентации, мы надеемся, что даже если мы начинаем программы уже в онлайновом режиме с апреля месяца, март-апрель, что в сентябре-октябре мы встретимся опять в Камраде, надеясь физически, и все смогут участвовать для того, чтобы открыть тот центр передовых технологий и передового опыта в области IT, для того, чтобы Камрад и Гагаузия тоже стали частью вот этого нетворка. Мы благодарим вас за гостеприимство. Спасибо вам большое и надеемся на хорошее партнерство в будущем. Спасибо. Партнерство мы вам обещаем. Спасибо большое. И хорошее, и качественное. У нас очень хорошая команда, как и у вас. Да. Большое спасибо за хорошую презентацию. Спасибо большое. На этом, дорогие друзья, дорогие коллеги, мы завершаем нашу церемонию, нашу презентацию, наш ивент, как мы так говорим. Я думаю, мы вписались во время, которое было предоставлено. Всем учителям и всем школам good luck, чтобы все у вас получилось, и вы можете всегда рассчитывать на нас и на нашу команду. Я всегда говорю, что у нас, наверное, лучшая команда, которая может вам помочь. Поэтому надеюсь, что ваш опыт произойдет все ожидания. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.